Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И как инфекция влияет на здоровье? На эти и многие другие вопросы ответит министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Насморк, кашель, температура. Как не перепутать сезонную аллергию с простудой? Советы врачей и экспертов. В Самаре встретили гостей и участников молодежного форума «Здравствуй, Россия!». Это 50 русскоговорящих ребят, которые проживают за пределами страны и приехали, чтобы познакомиться с российской культурой. Торжественная церемония открытия четырехдневного марафона с экскурсиями, лекциями и волжскими мастер-классами состоялась в музее-усадьбе Алексея Толстого при участии главы Самары Елены Лапушкиной, регионального министра культуры Татьяны Мердуляши и других почетных гостей. Откуда приехали участники и что им покажут на самарской земле, расскажем далее. Они разговаривают на русском языке, но живут за пределами нашей страны. Кто-то учил язык, а кому-то знания передали родители, как, например, друзьям – Ильясу и Жан-Филиппу из Туниса. Парни в России не первый раз, уже посещали несколько городов. У Ильяса русская мама, у Жан-Филиппа оба родители русские. Поэтому ребятам интересно изучать родину своих близких. На гостей города Самара произвела приятное первое впечатление. Думал, будет более холодно. Оказалось, погода довольно приятная. Также тут очень общительные, дружелюбные люди. Довольно культурный и красивый город. Особенно пейзажи очень красивые. Особенно вертолетные площадки. Познакомить русскоговорящих детей с нашей страной во всем ее многообразии – такая задача у молодежного форума «Здравствуй, Россия». В этом году к форуму впервые присоединилась и Самара. Город встречает 50 подростков из 9 стран – Туниса, Палестины, Уганды, Финляндии и нескольких стран СНГ. Торжественная церемония открытия форума началась в музее-усадьбе Алексея Толстого с вручения гостям символических золотых ключиков, чтобы они по-настоящему открыли для себя Самарский край. Я очень хочу вам пожелать, чтобы в этом городе нашли своих друзей. Очень хочется, чтобы вы им рассказали о нашем городе, в тех городах, где проживаете вы. Мне очень хочется, чтобы вы возвращались в наш город. И совершенно точно мы вас встретим. Я желаю вам хорошей погоды, я желаю вам хороших впечатлений от нашего города. Добро пожаловать! Организаторами форума являются Россотрудничество, Росмолодежь, Министерство иностранных дел, Правительство Самарской области, Городская администрация и Региональная общественная палата. Наша культура через творчество проступает лучше всего. Это самый правильный способ знакомиться. Но я очень надеюсь, что вы просто сходите и скупаетесь в Волге, и вообще насладитесь пляжем и всем остальным, что дает Самара. Основной концепцией проведения форума является Самара в 4К. Краеведение, космос, красота и культура. Молодых людей ждут 4 дня с насыщенной программой, которая включает в себя экскурсии по живописным местам и городским музеям, семинары, лекции, мастер-классы по самым разным направлениям. После чего ребята вернутся домой и уже в свою очередь расскажут о Самарском крае своим родным и друзьям из первых уст. Андрей Горгулинко, Николай Епифанов, События. Стали известны промежуточные результаты реализации программы «Формирование комфортной городской среды в Самаре». О ходе работ рассказали на еженедельном совещании под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Обсуждение прошло в Департаменте городского хозяйства и экологии. На сегодняшний день по программе «Формирование комфортной городской среды» обновили 30 дворов из 56. 7 в Кировском районе, 5 в Красноглинском, 3 в Самарском, 4 в Советском, 5 в Ленинском, 2 в Октябрьском и 4 в Куйбышевском районе. Готовность остальных 26 дворов специалисты оценили в 50%. Их благоустройство планируют закончить к середине сентября. Напомню, программа «Формирование комфортной городской среды» действует в Самаре с 2018 года. Благоустраивают не только дворы, но и общественные пространства. Например, в этом году обновили сквер имени Куйбышева в одноименном районе города. Продолжается благоустройство сквера у ЗАГСа по улице Сергея Лозова в Управленческом, сквера на Ташкентской, а также идет первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» и парка культуры и отдыха «Молодежный». Сделать общественные пространства лучше, ярче и уютнее. Депутаты Самарской городской думы, члены Общественного совета при думе и молодежного парламента провели выездное совещание в зонах отдыха горожан в парках Победы и Гагарина. Здесь проверили качество инфраструктуры, цены и перспективы развития зон отдыха. Продолжит Светлана Тимофеева. Работа депутатов начинается сразу при входе в парк Победы. Они осматривают инфраструктуру, площадки, где установлена военная техника, интересуются наличием бесплатных туалетов. В свою очередь сотрудники администрации рассказывают о проблемах, которые надо решить. Например, установить фильтры в пруду, так как вода в жару постоянно цветет. Формат выездных совещаний депутаты Самарской городской думы используют регулярно. Во-первых, мы общаемся с людьми, с нашими избирателями. То, что они говорят, мы слышим, тоже доводим до сведения. И администрации города, и соответствующих профильных департаментов. А на месте всегда можно это все увидеть очень четко и конкретно, что называется на себе прочувствовать. Не исключено, что в парке Победы военной техники станет больше. Минобороны предложило крупным городам организовать филиалы московского парка «Патриот». В свою очередь, ведомство готово предоставить боевые машины. Следующей площадкой, куда отправились депутаты, стал детский парк культуры и отдыха имени Гагарина. Здесь осмотрели игровые и спортивные зоны, поинтересовались ценами и пришли к выводу, что коммерческую составляющую следует минимизировать. В преддверии формирования бюджета стараемся максимально заложить преобразование, чтобы улучшить, усовершенствовать нашу парковую зону. Все предложения, которые поступили сегодня, будут доведены до главы «Самара» и профильных департаментов. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События. Автоваз вернулся к полному режиму работы и возобновил продажи автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Нива Легенда» системы экстренного оповещения «Эроглонас». Продажи начались с 1 августа в комплектациях 2022 модельного года. Систему «Эроглонас» можно временно не ставить. Соответствующее разрешение выдал Росстандарт. Это связано с отсутствием комплектующих для ее производства. Впрочем, позднее автопроизводители должны будут отозвать автомобили и все же установить на них «Эроглонас». Это необходимо сделать до 31 декабря этого года. «Эроглонас» – российская спутниковая система оповещения экстренных служб в случае ДТП. Ее нужно ставить на все автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров с 2017 года. В Самарской области подводят предварительные итоги приемной кампании в ВУЗы региона. Всего на бюджетную форму обучения ввели прием 16 высших учебных заведений. Общее количество бюджетных мест составило 12 449. Об этом сообщили в региональном правительстве. По предварительным итогам отмечается ряд позитивных тенденций. Ежегодное увеличение количества бюджетных мест, расширение направлений обучения и растущий интерес к ВУЗам Самарской области со стороны абитуриентов из других регионов России. В Самарской области снова объявили оранжевый уровень опасности. Как сообщили в Приволжском гидромедцентре, до 19 августа в большинстве районов области сохранится пятый класс пожарной опасности. Всем гражданам рекомендуют быть особенно внимательными и бдительными, а также соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушение предусмотрены штрафы. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 01 или 101 с мобильного телефона. Далее о других событиях этого дня. Готовность новой развязки на пересечении улиц Советской армии и Новосадовой составляет 70%. Строительство идет опережающими темпами. Ход работ по возведению объекта проверил губернатор Дмитрий Азаров. Строительство транспортной развязки предусматривает устройство путепроводов 575 метров и автомобильной дороги общей протяженностью 1 километр 200 метров. Здесь также сделают тротуары и освещение, благоустроят и озеленят прилегающую территорию. По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию конец 2023 года. Главой региона перед подрядчиками поставлена задача, сохраняя качество строительства, уже в октябре этого года открыть рабочее движение. Шведская компания IKEA официально завершила распродажу в России. Об этом сообщают на сайте магазина. Распродажа закончилась 15 августа в 20.00 по московскому времени. Мебель и товары для дома IKEA теперь не смогут приобрести как обычные, так и корпоративные клиенты сети. Магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен товаров. Оформленные до окончания распродажи заказы компания обещает обработать, выдать или доставить до сентября. Ранее 16 июля IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и распуске персонала. Метеочувствительным жителям Самарской области следует приготовиться к геомагнитным бурям. Об этом свидетельствует прогноз, который подготовили специалисты ГИСМетео. Уже днем, 17 августа, активность Солнца возрастет до 4 баллов из 9. К вечеру среды она будет составлять 5 баллов, что соответствует слабой буре и продержится в ночь на 18 августа. Пик геомагнитных возмущений придется на утро четверга, когда активность повысится до 6 баллов. В дневные часы активность снизится до 5 баллов, а к вечеру до 4. На российском рынке появится более 200 новых брендов обуви. Большая часть новинок представлена в массовом сегменте со средним чеком от 1,5 до 3 тысяч рублей. С уходом международных фэшн-брендов интерес к российскому рынку продолжает расти. В первую очередь со стороны производителей из Турции и КНР. Поставки новых товаров будут осуществляться напрямую через официальное представительство. Перечень новых брендов полностью отвечает потребностям россиян. Недорогой и качественной обуви сообщили в одном из интернет-магазинов. В пятницу 19 августа в 11 часов утра на аэродроме Кряж в Самаре стартует военно-технический форум «Армия-2022». Гостей ждет выставка новейших образцов вооружения и военной техники Гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны, полка радиационной, химической и биологической защиты, а также специальной техники МЧС России, Росгвардии, Главного управления МВД и ДСААФ. На аэродроме продемонстрируют бронетранспортеры, боевые машины, пушки, зенитные установки и другую военную технику. Вход свободный. Очередная волна COVID-19 может накрыть регион осенью. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Пока вирус мутирует и приспосабливается к новым условиям, медики думают над тем, как максимально снизить число зараженных новым штаммом. Как обезопасить себя и близких от инфекции, расскажет Александра Гусева. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе стабильно растет, особенно в последний месяц. Ежедневно медики фиксируют более 450 зараженных. Для сравнения специалисты приводят показатели полуторамесячной давности, когда в день количество заболевших составляло всего 30-40 человек. Специалисты утверждают, в первую очередь это связано со снижением коллективного иммунитета. Та вакцина, то перенесенное заболевание, которое создавали иммунитет на определенное количество времени, у большинства населения уже стали ослабевать, и, безусловно, население становится опять более восприимчивым. На сегодняшней пресс-конференции, посвященной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян уделил особое внимание вопросам, связанным с мерами профилактики. Не исключена очередная волна заболевания с наступлением осенне-зимнего периода. В начале этого года медики выявили новый штамм – омикрон. На сегодняшний день он мутировал и с новой силой готов ударить по иммунитету человека. Пик заболеваемости ожидается осенью, в период простудных заболеваний, когда иммунитет ослаблен. Симптомы, вызванные новым штаммом, не сильно отличаются от тех, что фиксировали при омикроне. Заболевание нередко протекает как ангина, с сильными болями в горле, высокой температурой, болями в суставах и мышцах и невероятным чувством усталости. Этот вид вируса в меньшей степени влияет на легкие, но все же вызывает осложнения. Невидимые есть особенности. Они заключаются в том, что система гемостаза, то есть свертываемости крови, страдает в большей степени, чем мы это видим в начальном этапе. То есть человек может чувствовать себя хорошо, а в организме уже проходят процессы, которые, если своевременно не лечить, то обязательно выльются в виде тромботических осложнений. По оценкам специалистов, в ближайшее время рост заболеваемости продолжится. Ситуацию можно будет считать управляемой лишь в том случае, если самарцы продолжат систематическую вакцинацию, которую следует проводить раз в полгода. Элементарные правила гигиены также никто не отменял. Необходимо мыть руки и обрабатывать их антисептиками. И помнить, при первых симптомах, хотя бы отдаленно напоминающих простудные заболевания, необходимо обратиться к врачу. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Насморк, боль в горле, покраснение кожи и температура. В то время как одни горожане при таких симптомах начинают принимать противовирусные препараты, другие точно знают, что дело не в простуде, а в сезонной аллергии на цветение растений. Что провоцирует развитие болезни и как не спутать аллергические проявления, выясняли наши корреспонденты. Ну вообще я аллергик, у меня есть аллергия на березу, и я приобретаю средства дополнительные, антигистаминные препараты для того, чтобы помочь себе в этот период. Чешутся глаза, слезятся и закладывают нос. Обычно на цветение, либо на ножу собак. У меня есть подружка, у нее на пыльцу аллергия. Каждый раз, когда весна наступает, все, ее полностью обсыпает, дышать не может. Мне кажется, все сталкиваются, либо напрямую, либо косвенно. Насморк, слезы текут. Страдать от аллергии 7-летний Кирилл начал еще в двухлетнем возрасте. Как раз в то время ситуация в его семье была напряженной. Мама с папой оказались на грани развода. Заболевание проявляло себя по-разному. Покраснение кожи, зуд, а иногда и вовсе трудности с дыханием. Таблетки лишь ненадолго помогали снять симптомы, вспоминает мама мальчика Алина Калашникова. Поняв, что истинная причина заболевания кроется в психологическом состоянии ребенка, Кирилла записали на лечение к специалисту. Сегодня он ведет полноценную жизнь. А молодая мама, как практикующий психолог, делится своим опытом, Первое, что рекомендую, обратиться к психологу. Это основной метод лечения. Второе, это здоровый образ жизни, укрепление иммунитета, обязательно правильное питание, потому что сейчас очень много соблазнов, особенно вкусняшек для детей. И третье, я бы порекомендовала такой метод, как биорезонансная терапия. В Самаре он уже достаточно известный, и есть специалисты, к которым можно обратиться. В Самарской области распространенность аллергических заболеваний достаточно высокая. Ей страдают порядка 400 тысяч человек. Летом чаще всего возникает реакция на пыльцу сорных трав, полынь, лебеду, амброзию. Эти растения можно встретить во дворах домов и парках нашего города. Часто первое проявление болезни путают с обычной простудой. Если у человека из года в год в одно и то же время возникают совершенно идентичные симптомы, то, скорее всего, это все-таки не простудные заболевания, а аллергии. С одной стороны, надо облегчить состояние больного как можно быстрее. И есть такой достаточно уже древний метод лечения, называется аллерговакцинация. Этот метод лечения позволяет, в общем-то, минимизировать симптомы заболевания, а в некоторых случаях даже полностью излечить от аллергии. Если аллергию не лечить, то со временем заболевание может перейти в более тяжелую форму бронхиальную астму. А это уже довольно серьезное заболевание, которое требует постоянного наблюдения у врача и более серьезной медикаментозной терапии. Так что лучше позаботиться о своем здоровье заранее. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. Творческий вечер в формате квартирника прошел в одном из уютных городских кафе. Отмечали армейский праздник и недавнее присвоение Ледовому дворцу спорта имени Владимира Высоцкого. Автор песен, львиную долю стихов посвятил и Великой Отечественной войне. На концерте побывал наш корреспондент. Песня Владимира Высоцкого рассчитана на мужское исполнение, однако некоторые лирические стихи могут покориться и девушкам, уверена самарская поэтесса Наталья Ростова. На квартирнике, посвященному присвоению Самарскому ледовому дворцу спорта имени Высоцкого, она исполнила несколько его песен. «Беда», написанная для его жены Марины Влади, а также «Кони привередливые» и «Падали звезды». Военная тематика, которой Вадим Семенович идет через своего творчества «Красные линии». Думаю, сегодня как раз в этот праздник будет уместно вспомнить ее. Можно найти ответы на все вопросы в его песнях, и в принципе его многие песни разобраны на цитаты. Он был гениальный и неоцененный в должной мере человек своей эпохи. Боевой летчик, прошедший не одну горячую точку, Александр Денисов, без песен Высоцкого ни разу не уходил на боевое задание. Приземлившись на аэродроме, чтобы снять напряжение после вылета, снова включал пластинку, откуда звучали песни о войне и о летчиках. Поэтому свой профессиональный праздник – День ВВС – решил отметить квартирникам. Пригласил на камерный концерт друзей-музыкантов. Естественно, весь творческий вечер пели песни актера-стаганки. «У жены папа очень сильно был поклонником Высоцкого. Всегда пластинки его гонял, и уже так уши прожужжало, что впилось уже в сердце. И вот так вот по жизни с Высоцким все время иду». Концерт шел несколько часов. Выступили десятки артистов. Гости услышали сотни песен Высоцкого. «Красной линией» прошла патриотическая тема. И песни, которые он пел на концерте в Куйбышеве. Сергей Ваякин сегодня будет, в частности. Я просто не буду сейчас перечислять. Наташа Ростова, Аркадий Славейчик. Ну, кого я просто сейчас увидел там. Сергей Ваякин споет, например, я прошу его пару песен спеть, которые Высоцкий пел 55 лет назад в Дворце спорта. Квартирники, посвященные знаменательным датам и пересекающиеся с творчеством Владимира Высоцкого, теперь будут традиционными. Организаторам такой формат концертов пришелся по душе. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов набирает обороты. Уже разыграны медали по четырем видам спорта. Гольф, синхронное плавание, велоспорт, шоссе и тэквондо. Самарские спортсмены завоевали несколько наград, благодаря чему регион входит в число лучших в командном зачете. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Футболисты Крыльев Советов в Москве провели матч пятого тура чемпионата России по футболу против столичного локомотива. В первом тайме команды обменялись незабитыми пенальти. Оба удара отбили вратари, которые стали героями матча. Больше своего визави трудился голкипер локомотива, который не раз спасал команду после опасных ударов самарцев. Во втором тайме волжане смогли забить. На 68-й минуте отличился Максим Глушенков. Но удержать победу самарцам не удалось. На последних минутах был назначен еще один пенальти ворота Крыльев. 11-метровый реализовал Миранчук. 1-1. Крылья набрали 5 очков в пяти играх и занимают 11-е место в таблице. В следующем матче самарцы дома примут воронежский факел. Завершился Кубок Самарской области по баскетболу 3 на 3. И в мужском и женском разрядах победы одержали команды системы баскетбольного клуба «Самара». Они же будут представлять регионы на Кубке России. Продолжается всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Накануне завершились соревнования по тэквондо. Лучшей среди женщин в весе до 49 килограммов стала Алиса Ангелова из Самары. В решающей схватке она одолела москвичку Елизавету Редминскую. Среди мужчин в весе свыше 80 килограммов вторым стал Рафаэль Аюкаев. В финале он уступил олимпийскому чемпиону Токио Владиславу Ларину из Карелии. Также медали для региона завоевала велосипедистка Марина Уварова. Сначала она стала третьей в индивидуальной гонке на 27 километров, а затем второй в групповой на 122 километра. А вот в велогонках среди мужчин самарцы заняли два четвертых места. Никита Шульченко в групповой гонке, а Артем Ныч в индивидуальной. В командном зачете сборная Самарской области занимает пятое место, имея в активе 120 рейтинговых очков. В неофициальном медальном зачете у 63 региона 4 медали. Одна золотая, две серебряные и одна бронзовая. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В преддверии Дня государственного флага в телеграм-канале Ленинского района приглашают принять участие в конкурсе рисунков Триколор. Если вам от 5 до 15 лет, вы любите свой город, свою страну, а самое главное рисуете, приносить свои работы можно по адресу Садовая 243. Также можно прислать фоторисунка на электронную почту или разместить его под постом в телеграм-канале. Победителю конкурса ждет диплом. В телеграм-канале промышленного района Самары приглашают принять участие в конкурсе «Достояние губернии-2022». В данный момент продолжается прием заявок. Участниками конкурса могут стать компании из разных отраслей рынка, работающие на территории Самарской области не менее трех лет. Среди основных критериев оценки станут открытость, представленность в регионе и за его пределами, применение инноваций в бизнесе и вклад в развитие родного края. Победителей на основании представленных заявок определит независимый экспертный совет. В телеграм-канале железнодорожного района приглашают к тестированию детей от 6,5 до 12,5 лет для определения их способности к занятию спортом. Тестирование пройдет в четыре этапа – антропометрическое исследование, функциональное, психофизиологическое и спортивное тестирование. Выбор правильной специализации позволит снизить риск от сева ребенка на этапе начальной подготовки, а также сформировать у детей устойчивый интерес к занятию физкультурой. Тестирование проводится по адресу Самара, Московское шоссе, 125-B, телефон 930-61-40. Совсем скоро в Самаре стартует «Волгофест-2022», напоминают в телеграм-канале Куйбышевского района. Он пройдет на первой очереди набережной с 23 по 28 августа. Тема года детства – «Волгофест-2022» не для детей, а про детей. Посвящение радости, беззаботной жизни и, конечно же, волшебству. Программа фестиваля совсем скоро появится на официальном сайте «Волгофеста». Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, влияют ли на вас геомагнитные бури. 29% опрошенных ответили, что в такие дни приходится принимать медикаменты. 27% ощущают последствия только самых сильных возмущений. Еще 27% рассказали, что не задумываются об этом. И лишь 17% опрошенных совсем не ощущают геомагнитных бурь. А тем временем число просмотров, которые сгенерировали подписчики телеканала «Самара ГИС» на видеохостингах, преодолела очередной рубеж. Показатель превысил отметку в 29 миллионов. «Самара ГИС» является одним из лидеров по работе в социальных сетях среди всех телевизионных СМИ города. Общее число наших подписчиков превышает 77 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 768 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах – более 300 тысяч. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» на страничках в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok